В рабочей патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Приморского края Олегом Николаевичем Кожемяка и митрополитом Владивостокским Приморским Владимиром. Приветствуя гостя, предстоятель Русской Церкви поздравил Олега Кожемяка с назначением на пост губернатора Приморского края. В свою очередь Олег Николаевич поблагодарил Святейшего Патриарха Кирилла за поздравление и рассказал о строительстве Спасопреображенского собора во Владивостоке, который станет Кафедральным собором Владивостокской епархии. Мы хотели попросить Ваше благословение на то, чтобы сейчас при строительстве нашего собора, главного собора, собора, который уже будет собором столицы Дальнего Востока, не просто столицы города Владивостока, Спасопреображенского, получить благословение на его и достройку, и на приведение благоустройства прилегающей площади с выходом на набережную. Безусловно, это будет одно из красивейших мест города. Святейший Патриарх Кирилл рассказал, что неоднократно посещал Владивосток и отметил важность этого города как форпоста России на Тихом океане. Со всех точек зрения экономической, культурной, исторической, военной – это действительно очень важное место. И, конечно, на вас, как на губернатора Владивостока и Приморского края возложена особая высокая и почетная ответственность. И, в первую очередь, я хотел бы призвать благословение Божие на вас, чтобы труды ваши были успешными, и чтобы результаты этих трудов почувствовали люди, чтобы они отразились на общем благополучии нашего народа, страны, учитывая особое значение Владивостока. Ну, а что касается епархиальных дел, то тоже мы придаем большое значение развитию церковной жизни в Приморье, потому что от духовного состояния людей зависит очень многое в обустройстве обычной земной жизни. Если человек силен духом, то он справляется с задачами, которые стоят перед ним. Он способен на подвиг, он способен на великие свершения. В ходе встречи гости пригласили Святейшего Патриарха во Владивосток для священного построенного собора, если удастся завершить строительство до 1 сентября 2020 года. Состоялось обсуждение и других вопросов развития церковной жизни в Приморской митрополии. Приморской митрополии